В эфире Амурского областного новости, в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте! Коротко о главных темах к этому часу. На карантине в одном из хозяйств селе Устивановка у свиней подозревают африканскую чуму. Нашли беглянок. Две сестры, пропавшие в Свободном, нашлись в Благовещенске. На 120 мест новое здание детского сада открыли в Свободном. Из Москвы до Владивостока. Жители российской столицы едут на мотоцикле через всю страну. Временное размещение людей, оставшихся без жилья из-за паводка, рассмотрели на заседании КЧС. Министерством имущественных отношений области уже ведется работа по подбору помещений для организации пунктов длительного пребывания. Василий Орлов поручил главам районов, где организованы ПВРы, показывать людям варианты размещения в этих пунктах. Кроме того, было принято решение выделить субсидии из резервного фонда двум территориям – Мазановскому и Селимджинскому районам – на приобретение квадратных метров для маневренного фонда. По словам главы региона, на районных рынках недвижимости можно быстро купить квартиры и предоставить их в качестве пунктов длительного пребывания людям до тех пор, пока они не получат возможность переехать в другое жилье. Также он порекомендовал привлечь прокуроров районов, чтобы избежать спекуляций в ценообразовании. В затопленных селах сейчас работают специалисты. Они обследуют дома, которые оказались в воде. Идет просушка жилых помещений. От влаги уже освободили 128 жилых объектов. Проводится дезинфекция. А в одном из хозяйств в селе Усть-Ивановка у свиней подозревают африканскую чуму. В целях нераспространения болезни в населенном пункте выставлены карантинные посты. Как нам сообщили в администрации села, в крестьянско-фермерском хозяйстве, где у животных уже взяли все необходимые для анализа пробы, находится 100 голов свиней. В данное время ферма закрыта на карантин. Специалисты ждут результатов в ветлаборатории. Если диагноз подтвердится, все стадо будет уничтожено. Так как эта болезнь не поддается лечению, между тем африканская чума свиней для человека опасности не представляет, однако животноводам наносят колоссальные убытки. Предположительно, причиной вспышки мог стать паводок, вода которого и принесла инфекцию в село. В 2013 году здесь после наводнения у животных диагностировали ящер. Было уничтожено около тысячи коров. В Благовещенске во дворе одного из домов обвалился асфальт. Видеопроисшествие попало в нашу редакцию от местных жителей. Как видно, во избежание травматизма в Явму накидали ветки деревьев. По словам старшего дома, их многоэтажка по адресу улица Пушкина, 13, с 1 августа перешла из ЖСК в ведомство управляющей организации. Именно ей предстоит решать проблему с придомовой территорией. К слову, коммунальщики уже городили опасный участок специальной сигнальной лентой по плану завести щебень и к четвергу устранить дыру в асфальте. Между тем, последствия проливных дождей горожане отмечают повсеместно. Еще одно фото с разрушенным тротуаром прислал к нам в редакцию прохожую. Он отметил, что кадр сделан возле входа в главпочтамт по улице Пионерской. Подчеркнул, брусчатка продолжает сыпаться дальше. Десятилетняя Люба и 13-летняя Зина Белык, пропавшие сестры Свободного, нашлись в Благовещенске. С беглянками все в порядке. Обнаружи девочек помог случайный прохожий. За сутки девочки успели добраться до Благовещенска. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сестрами работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних, устанавливаются причины произошедшего. Напомню, девочки пропали вечером 6 августа. Они ушли из дома по адресу улицы Серышева, где проживали с опекунами. На поиски вышли правоохранители, волонтеры и сотрудники МЧС. Проводились подворовые обходы, были опрошены законные представители детей, соседи, друзья и знакомые девочек. В среду, 7 августа, следователи возбудили уголовное дело. Отстояли свободные. Амурский губернатор Василий Орлов поблагодарил военнослужащих 50-й отдельной железнодорожной бригады за помощь в защите от паводка. В день 168-й годовщины со дня образования железнодорожных войск в стране глава Преамурья побывал на присяге новобранцев, а также вручил отличившимся в борьбе с большой водой почетные грамоты и благодарности. Венюс достойный исполнять воинский долг, мужественно защищает свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечества. Командир войсковой части 03-415. Поздравляю вас с днем железнодорожных войск, с принесением государственной присяги и с вручением боевого знамени отдельному батальону механизации. Я считаю, что вам повезло служить в 50-й отдельной железнодорожной бригаде. Часть высокопрофессиональная, неоднократно доказывала свой профессионализм. Отдельно вас хочу поблагодарить от лица всех жителей Амурской области за ту очень качественную, своевременную, быструю работу, которую вы провели по строительству берегозащитных сооружений в городе Свободном. Новое здание детского сада на 120 мест открыли в Свободном на пристройку. К существующему дошкольному учреждению потратили более 100 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. На торжественном открытии нового корпуса побывал глава при Амуре Василий Орлов. Подробности в следующем материале. Открывается корпус номер 2 детского сада номер 9 «Золотая рыбка». В новом детском саду могут принимать детей с двух месяцев. Правда, в Свободном желающих так рано вести малышей нет. Сейчас восьмерым самым младшим воспитанникам один год. Всего же новый корпус дошкольного учреждения рассчитан на 120 мест, 6 групп. Еще столько же в старом здании. Кроме того, с открытием дополнительных групп для 35 амурчан созданы рабочие места. В целом стройка обошлась почти в 117 миллионов рублей. В основном это деньги федерации. Из них 4 миллиона – областной бюджет. Это средства, которые были выделены в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Это город президентского внимания. У нас 33 мероприятия на общую сумму 5,5 миллиардов рублей запланированы к строительству в течение трех лет. 2020 год – последний из этих трех лет. К концу 2020 года мы здесь, кроме этого детского сада, увидим новую школу на 528 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры железнодорожников будет один из лучших в области и огромное количество объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры. Сегодня в свободном очереди в детский сад нет. Однако в городе появляются новые предприятия. Идет большая промышленная стройка. Здесь ждут прирост населения. Поэтому необходимость в образовательных учреждениях есть. Новое здание возвели рядом с действующим. Два корпуса соединили теплым переходом. Еще один подарок – сертификат на 50 тысяч рублей – вручил амурский губернатор Василий Орлов. Деньги в детском саду планируют потратить на развивающие игры для воспитанников. Вот этот цветок и вот этот сертификат на 50 тысяч рублей. Вы сможете приобрести необходимое детское оборудование для того, чтобы развлекать детей. Обучать детей. Это приобретение. Спасибо большое. В планах реконструировать и старое здание детского сада. Кроме того, в этом году учреждение для дошколят построят в Благовещенске, Белогорске и селе Устивановка Благовещенского района. Всего на эти цели планируют потратить около 500 миллионов рублей. Также в ходе рабочего визита Василий Орлов посетил местный детский морской центр. Единственный в области. Здесь будет проведен ремонт, лагерь обеспечат плавучим причалом. Прежний не пережил паводок. Впрочем, от большой воды пострадали и строения центра. Вода стояла по окнам. Сегодня здесь обучается 200 ребят от 11 до 18 лет. Многие выпускники поступают в морские вузы. Планируем увеличить число воспитанников, потому что по существующим программам, по которым мы сейчас на данный момент работаем, программы обучения, это рулевые сигнальщики, судоводители, морские, внутренних водных путей судоводители, мотористы, механики, радисты. То есть все вот эти вот морские специальности они осваивают. Чтобы обсудить развитие детского центра, морские власти готовы вести переговоры с руководством Тихоокеанского флота. Кроме того, у руководства центра в планах построить новую базу для юных моряков уже на неподтопляемой территории. Денис Сверденко, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Из Москвы до Владивостока на мотоцикле житель столицы Александр Сафонов в одиночку решился на такое экстремальное путешествие уже 12 дней колесит по необъятным просторам России. За это время он сменил несколько часовых поясов, увидел красоты сибирских гор и дальневосточной природы. В дороге были и интересные встречи с иностранными туристами, которые так же, как и ООН, открывают для себя нашу страну. Почему у жителей Центральной России и граждан других государств так популярны путешествия на Дальний Восток и за какой экзотикой они едут в наши края, обо всем этом узнавал Юрий Камышный. Но в среднем, если раскидать на всем расстоянии, это где-то в день по тысяче получается, то есть в среднем маршруте. Своё путешествие из Москвы до Владивостока под проливным дождём Александр Сафонов начал ещё 25 июля. За это время он побывал практически во всех крупных городах страны – Казань, Новосибирск, Омск. Был даже в затопленном Тулуне, где из-за размытых дорог был вынужден задержаться на три дня. Здесь путешественника временно приютили сотрудники МЧС, которые предоставили ему ночлег. Я, по крайней мере, застрял на три дня. Один день я ночевал в МЧС, причём МЧС молодцы, там оказались, один из них, руководитель был байкером, то есть сразу прям, да, нам всё помогли, всё. В общем-то, целый день провели вместе с ним, потому что посмотрели, как они работают, кого они там спасают. В дороге путешественнику-одиночки встречались не только коллеги-байкеры, но и иностранцы. Балийцы, австралийцы, итальянцы – все едут к нам за хорошей порцией адреналина. Кстати, европейцы оказались очень открытыми и даже предлагали Александру составить компанию в дороге. Мы с ними так немножко поговорили, потому что я сел и поехал. Потом по дороге они меня там один раз обогнали, пытались вместе ехать, но вместе ехать я не могу, потому что, ну, очень многие ездят, очень нерванно ездят, то есть я так, меня так не устраивает. Но они и проезжают по 400-600 километров, а я в среднем тысячу иду. Сам Сафонов говорит, в этот путь длиной более чем в 9 тысяч километров он отправился, потому что устал от Европы, захотелось новых ощущений. И в своём турне он их уже получил с избытком. Регулярная смена климата, природа, которой нет даже в швейцарских Альпах. Но главное испытание для Александра – в смене часовых поясов. Едешь в будущее всё время. И у тебя всё время плюс час, плюс два и так далее. И ты вроде рассчитываешь, но всё время как бы проигрываешь, получается. Поэтому вот это тоже достаточно сложно. И приезжаешь причём поздно, спать ещё не хочется, а ты устал, рано потом вставать. То есть, ну, вот это вот такая достаточно, игра достаточно, ну, такая непростая. До финальной точки своего путешествия Александр Сафонов доберётся уже в эту пятницу, а потом обратный путь. Правда, добираться домой он будет уже не на своём железном коне. Александр торопится в Москву, где его ждёт работа. Юрий Камышный, Михаил Вилличкин. Амурско-областное телевидение. Крупное производство и природа могут гармонично сосуществовать друг с другом. Это на примере доказали в Тобольске. В исторической столице Сибири ещё с 80-х годов прошлого века действует большой нефтехимический завод. И сейчас в стадии завершения находится ещё один современный комплекс «ЗАПСИП-Нефтехим». Всего в полутора километрах от крупнейших производств представители компании «Сибор» создали экологическую тропу. Здесь любой желающий может убедиться – грамотно организованное производство не наносит вреда природе. Удостоверились в этом и члены Общественного совета Амурского ГПЗ, которые посетили Тобольск. А с ними и наша съёмочная группа. С подробностями Анастасия Петраш. Эта экологическая тропа появилась в 2014 году. Её открыли по инициативе администрации Тобольска, Тобольской научной станции, Уральского отделения «РАН» и компании «Сибур». Живописное место расположено всего в полутора километрах от завода. Можно сказать, что это целая мониторинговая площадка, рассказать жителям города, экскурсантам, посетителям нашей экологической тропы о том, что растительный и животный мир может сосуществовать вместе рядом с промышленной площадкой, с промышленными таким большим гигантами, химическим. Место под площадку выбрано не случайно. Во-первых, здесь были обнаружены реликтовые растения и растения-биоиндикаторы, которые позволяют делать выводы о состоянии окружающей среды. Во-вторых, учитывали расстояние от экотропы до нефтехимического предприятия. Провести химический экспресс-анализ на экотропе предлагают всем желающим. Для эксперимента набирают воду из лужи. В один стакан добавляют хром. Затем экспериментаторы-любители опускают в воду реактив. В тюрьме мы добавили хром. Ампула окрасилась. По интенсивности окраски ампулы определяем концентрацию хрома. Ну, мы старались, мы сами добавляли. То есть, у нас где-то шкала, миллиграмм на литр очень много. В свою очередь, ампула, в которой была вода из лужи от реактива, не поменяла цвет. А значит, содержание хрома в ней практически нулевое. Также экскурсантам предлагают проверить воду на присутствие в ней железа и других веществ. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы размечать мифы, что производство как-то влияет на окружающую среду. И здесь они уже утверждаются в том, что загрязнений нет. И сами эти анализы делают, участвуют с удовольствием, причем принимают участие. В настоящее время экотропа разбита на три маршрута. Первый – нефтехимия и живая природа, экология соседства. На этом пути можно узнать о тех растениях и животных, которые являются биоиндикаторами состояния окружающей среды на территории, прилегающей к Тобольской промышленной площадке. К примеру, здесь растет сорт орхидей, которые очень чувствительны к любым негативным изменениям в природе. Если растение посчитает, что окружающая среда загрязнена, то перестанет расти и может не давать ростков на протяжении семи лет. Второй маршрут – образ сибирской тайги. Здесь рассказывают о многообразии флоры и фауны, которая характерна для подзоны южной тайги Западной Сибири. И третий маршрут – жемчужины тобольской флоры. Благодаря этому направлению можно узнать о редких и охраняемых видах растений, которые занесены в Красную книгу, а также о лекарственных растениях и их применении. Одна из первых остановок на экотропе – это патриарх Тобольской тайги. Речь идет о сосне-долгожителе. Вот этому дереву, как говорят экологи, более 250 лет. Посетителям предлагают обнять дерево, потому что считается, что оно делится своей положительной энергией и забирает всю отрицательную энергетику. На экотропе установили информационные таблички, которые рассказывают, например, о следах животных, полезных и ядовитых растениях. Поэтому площадка не просто демонстрирует гармонию между природой и промышленным производством, но и выполняет еще и образовательную функцию. Здесь у нас кто оставил след? Они обычно роют вдоль озер, ищут корни. Участники амурской делегации отметили, экотропа поражает разнообразием растительного и животного мира. Причем, находясь там, люди забывают о том, что всего в полутора километрах расположено огромное предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров. Я поразился гармоническому соединению природы и завода. Раньше у меня был немножко предвзятый взгляд, что невозможно такое. А здесь почти идеально, я даже боюсь поверить этому. Но сам убедился, что оказывается можно и нужно в этом направлении строить заводы, потому что без природы с одними заводами человеку не выжить. Кстати, перед строительством запсиб нефтехима было проведено исследование территории, и те редкие растения, которые росли на площадке, не уничтожили, а перенесли на экотропу. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Более подробное развитие событий вы всегда можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Амурского областного. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин